Участники всех этих купаний вполне могут позавидовать жителю Саратова, который в свои 90 занимает призовые места на всевозможных соревнованиях по плаванию. Ветеран войны признается, что такой насыщенной не была даже его молодость. Сил хватает не только на бассейн, но еще на пение в хоре и танцы. Об удивительном примере жизнелюбия и энергичности Ксения Назарова. Его не догонишь, лихо рассекая воду под восторженные взгляды других спортсменов. 90-летний Анатолий Лисицкий достигает бортика и уже привычно машет рукой. Приветствовать публику он привык на российских и международных соревнованиях, где его по праву называют легендой. Пловец установил 15 рекордов России. Еще и новый мировой рекорд в категории 90+. 130 стран участвовало и 3000 участников. Приплыл, я посмотрел на правую стенку, налево, никого нет. Это уже достижение, да. А потом прошло еще несколько заплывов и оказалось, что я все-таки первый. На последних соревнованиях в Казани он выступал в категории от 90 до 94 лет. Проплыл 100 метровку кролем так быстро, как никто до него. В родном саратовском бассейне Анатолия Васильевича знает каждый, причем есть те, кто помнит его совсем молодым. Он был ученик политехнического института. Студент был. И вот я туда ездила, занимались акробатикой. Он всю жизнь только плавает и плавает, и каждый раз. Позже Лисицкий плавание бросил и вернулся в бассейн, когда после 60-ти перенес инфаркт. Говорит, в те годы чувствовал себя хуже, чем сегодня. В бассейне он занимался самостоятельно и с каждым годом только улучшал результаты. Теперь с ним советуются ветераны команды по плаванию. Мы его между собой называем дедушкой. То есть он настолько нам близок, он нам как родной. Меня иногда поражает, что он может взять велосипед и поехать на Динамо, ездить по кругу на велосипеде. И удивляясь при этом, почему он один ездит, а молодежь не ездит. И все же самые ценные медали завоеваны не на чемпионатах и соревнованиях. За Берлин, за Варшаву, за боевые заслуги. Анатолий Лисицкий освобождал Украину, Белоруссию, прошел всю Европу. Однажды подбитый советский самолет упал за линии фронта. Механик Лисицкий отправился спасать технику. Я взял бортовую сумку. Ночью командир роты дал мне двоих автоматчиков. Мы пошли. Поснимал там приборы, рацию, катушку зажигания. Вот такие дефицитные детали. И никакого света там нельзя было зажигать. Все на ощупь. Теперь он поет в ветеранском хоре и танцует чечетку. Еще до войны выучил несколько движений, а потом всю жизнь совершенствовал. Такой яркой и насыщенной его жизнь не была даже в молодости. Тогда на все, что нравится времени, не хватало. И все же Анатолий Васильевич нет-нет, да вспомнит, какой маленькой, кажется, Европа с борта штурмовика Л-10. И как отмечали День Победы в Берлине 45-го. Ксения Назарова, Павел Литувец, Сергей Суворов, Первый канал, Саратов.